поменяется. Понимаете? Поэтому цель-то какая у нас в этой жизни? Надо вот это вот сердце свое поменять, то, что внутри находится. И тогда ты не зря построил домик, потому что сколько мы времени тратим на обустройство жизни? Мы одну треть жизни просто спим. Вот. Два часа в день мы тратим на еду, час там, два. Одну треть жизни мы тратим на работу. И остается часа четыре. И это четыре часа, ради чего мы живем. Эти четыре часа надо посвятить работе над собой. Надо молиться в это время, желать всем счастья, раскаиваться, просить прощения, прощать, читать священные писания и так далее. А мы чем занимаемся эти четыре часа? Смотрим чемпионат мира по футболу. что ты орешь что произошло то какая тебе разница туда забили и сюда что-то как-то сильно влиять на твою жизнь я когда в турции был на несколько дней поехал в стамбул там все ходили в этих красных майках с этим серповым молотом там них только по-другому немножко месяца звезда и натяжение такое оказывается чемпионат мира в турции по футболу и это как раз майки которых играла вот эта футбольная команда я даже знал какой счет футболок был ночью я когда спал в гостинице то я слышал пять раз просыпался три раза слышал и два раза 32 турки победили потом узнал посмотрел так оно и было это чё означает это означает что кто там сиди сам открыла ну то есть идея в чем заключается в том что мы как бы не понимаем зачем мы сюда родились в этом проблема не понимаем мы думаем что для футбола и потом опа повисаешь над своим телом и как бы футбол закончен дальше начнется хоккей то есть тебе объяснят зачем ты должен был жить там дальше потому что потом во всех писаниях написано будет суд божий и тебе будут объяснять зачем ты должен был жить и будешь страдать за то что жил неправильно ну то есть идея в чем заключается не то что вас пугают там чем-то понимаешь что мы ко всему готовы все нормально я просто как бы делюсь с вами тем что вот я почувствовал увидел потому что это не обычно же видеть тонкое тело и чувствовать вот эти все события вещь которые происходят он обидел меня он восторжествовал надо мной проработил меня кто не дает себе убежище таким помыслом тот навсегда заглушит себе ненависть ибо не ненавистью побеждается исходящее из ненависти она угошается любовью такой вечный закон некоторые люди спрашивают как простить вот муж бросил не могу простить надо найти любовь вот в мужа найти любовь невозможно в этом случае так тогда надо найти где святости надо взять начать молиться святому человеку как только любовь от него почувствуете сразу сердце ваш начнет прощать муж потом в какой-то момент раз и простила когда ты начинаешь чистым и светлым контактировать сердце успокаивается возрождается она получает заботу нужную силу которая дает возможность вот кто из вас смог простить с помощью молитв поднимите руку в зале смотрите 40 человек поднял это важно знать что так работает а кто из вас не смог простить поднимите а вы пользовались этой методикой который вам сказал и не смогли простить почувствовали святость человек девушка девушка да с вами до чувствовали святость и не смогли простить невозможно невозможно на чуть-чуть простили хотя бы если чувствовали святость этого человека чуть-чуть простила двигайтесь дальше есть один пример интересный мы проводим такие занятия по молитве со своими там с кем работаем с ребятами мы проводим такие занятия изучаем что такое молитва вы по воскресеньям и на одно такое занятие ко мне пришел один знакомый он в прошлом в москве был зам перфекта по земле и достаточно богатый человек у него свой который коттеджный поселок строился его напарник он его надул ну и все у него забрал остался без всего ну и слава богу потому что это привело его занятие духовной практикой так далее но он проблема в том что это напарник как простить не мог и он уже и так маялся и всякой не знал что делать знаете что интересно произошло мы вот эту в молитву все включились и просто начали вместе вот этот вот путь свой духовный когда люди объединяются в этом месте им легче и где-то два-три часа мы в таком состоянии находилась и когда мы закончили мы рассказывали реализацию опыт свой который мы пережили знаете что он сказал он такой начал думать что пережил человек пережил потом простил простил у меня за он вообще об этом не думал просто молился но неожиданно он почувствовал что сердце его освободилось от этого чувства вот груза вот отношения вот с этим человеком он его простил неожиданно плите не ненавистью побеждается исходящее из ненависти она угощается любовью такой вечный закон буддийская мудрость опять резкин лев толстой любит его приводить высказание воля бога в том что мы жили счастьем и жизнью друг друга они взаимным несчастьем и смертью люди помогают друг другу своей радостью они горе очень важные высказаны давайте его проанализируем смотрите воля бога в том чтобы мы жили счастью и жизнью друг друга они взаимным несчастьем и смертью вот почему люди разводятся потому что они не живут счастьем друг друга понимаете ведь у каждого человека есть что-то хорошее в сердце как есть очень хорошее лекарство хороший способ оставаться вместе всегда всю жизнь надо вспоминать то чувство которое ты испытывал при самой первой встречи первая любовь моя земная утра мои глаз я тебя совсем еще не знаю вижу в первый раз понимаете то есть вот это чувство любви влюбленности в чел к человеку это чувство не наше это бог нам дает понимаете бог нам дает это чувство для того чтобы мы увидели самое лучшее в человеке и потом это помнили на всю жизнь когда люди разводятся знаете ничего говорят у нас несовместимость ну вы же любили этого человека по моему нет это не было любовью он забыл уже человек забывает это чувство понимать замыливается надо вспомнить надо вспоминать во время молитвы человек должен вспоминать то хорошее что он видел в своем близком человеке когда утро его глаз было когда он видел первый раз вот эту душу потому что душа у любого человека прекрасно по своей природе вот вы сейчас сидите смотрите на меня и вы смотрите краешком своей души каждый своим и меня интересует только этот краешек потому что вы каким краешком смотрите своей души прекрасно знаете меня больше вас ничего не интересует меня только интересует вот этот прекрасный краешек вашей души. Потому что я, как Личность, вас понять могу только через этот краешек вашей души прекрасный. И в этом смысл жизни человеческой. Нужно запоминать эти глаза. Глаза открытые к чистоте, к знанию. Запоминать эти глаза и жить этими глазами потом, этим взглядом. Так люди могут прожить всю жизнь вместе и быть счастливы. Несмотря на то, что они будут обижать друг друга, мучить друг друга. Почему? Потому что действует через близкого человека судьба. Сила судьбы действует непреклонно. Моей судьбы. Моя судьба будет действовать через близкого человека на меня. И я могу даже об этом не догадываться. Я буду думать, что это реально мне не повезло. А на самом деле это закономерность. Это не является случайностью вообще никогда. Меня так это пробило еще в студенческие годы. Я почувствовал вот эту закономерность, когда был такой случай в моей жизни. Когда я жил на квартире рядом с одной женщиной. У них семья такая была. Ну, немножко ругались они. По-русски сказать так немножко. Там интересно так было. Вот девочка маленькая. ей было где-то лет девять, наверное, десять. Она уже училась в школе. Она была вылитая мама. Вот один к одному. Просто вот мама и девочка просто там 30 лет спустя. И знаете, я вышел разок на кухню и видел такую картину. Мама глаза вращаются, она кричит на свою девочку. В кого-то такая дура уродилась! И я смотрю, как бы, неужели непонятно? Кому-то один к одному же вообще. И меня пробило в этот момент. Я понял, что наши родственники это олицетворение нашей собственной судьбы. На женщина меня спросила, Олег Геннадьевич, вы можете мне показать мою судьбу? Я говорю, конечно, очень просто. Поставьте перед собой всех своих родственников, друзей, близких, круг. Вот это вся ваша судьба. Вот они олицетворяют всю вашу судьбу с разных сторон. Что-то вам нравится в вашей судьбе, что-то не нравится. Но это вот и есть ваша судьба. Какие поступки вы в прошлых жизнях совершали, то и получили сейчас в виде своих близких людей. Но есть два типа людей. Одни из них принимают судьбу и говорят, да, эти все родственники мои, они мне нужны, потому что они вот для меня, они меня учат. А другие не принимают. Они говорят, вот эти мне нужны родственники, а эти нет. Это не мои. Вот одни люди правдившиеся в сознании имеют, а другие еще пробуждающиеся. Вот и все. Потому что пробудившийся человек означает принявший, принявший, переваривший. У него достаточно силы счастья, энергии счастья. Он с достаточно высокой энергией счастья контактирует в своей жизни. Он достаточно сильно способен чистоту человеческую видеть в своем сердце, чтобы переварить трудности судьбы, которые на него она посылает. И все. В этом разница только. Большинство людей даже не представляют, что такое святость вообще. Они не понимают, какая чистота от возвышенных личностей исходит. Какое счастье просто думать о них, быть рядом с ними. И если человек хотя бы один раз в жизни это почувствовал и понял, то с любой трудностью он преодолеет в своей судьбе. Но чтобы это почувствовать и понять, для этого трудиться надо в сердце. Трудиться. Потому что святость не увидишь просто так. Я один раз, когда интересовался православием серьезно, я приехал в Сергий в посад и там на ночную службу остался. И самое главное событие в моей жизни было с утра. Я выстоял очередь и подошел к одному старцу, который должен мне что-то сказать. Я даже не помню, что он мне сказал толком, потому что мне было это не сильно, может быть, и интересно, и важно тогда. Но я заметил, что его взгляд как ребенка очень простой, чистый и светлый. И я-то думал, что старцы это такие величественные люди, которые так очень авторитетно выглядит. Но потом я понял, что на самом деле душа открытая, от грехов свободная, она похожа на ребенка больше. Она похожа не на такого крутого дядьку, а больше на ребенка. То есть она очень близко к чистому, светлому и простому чему-то. И я заметил в этом старце вот эту чистоту и простоту человеческую такую. Я подумал, о, потом я начал анализировать это и понял, что вот я видел настоящего человека тогда, настоящего, чистого, светлого человека увидел. То есть идея в чем заключается, что к этому мы должны в жизни стремиться. Вот в этом цель, чтобы эту чистоту человеческую почувствовать, понять и потом ее искать уже в своих близких. Потому что нам не хватает несовместимости, как некоторые думают. Гороскопы составляют. Вот с этим человеком секс пойдет, а с этим не пойдет. Значит, за него замуж не выйду. Надо искать, с кем секс пойдет. У меня один астролог был знакомый. И он был еще не женат. И он себе нашел девушку, которой просто максимальная совместимость по гороскопу. Они три недели пожили вместе, переругались и разбежались. Вот и вся совместимость астрологическая. В другой случае вам расскажу. Один человек очень сильно любил девушку в Индии. И там, прежде чем создать семью, нужно было сходить к астрологу. И он сходил к астрологу и узнал, что у них полная несовместимость вообще. Нельзя создавать семью. И он взял, поменял себе дату рождения так в паспорте, чтобы была совместимость. И потом как бы ей дал данную свою гороскопу, она посмотрела, о, идеальная совместимость. Женимся. Женились, прожили в жизни, все было. И в радости, и печали, как обычно у всех людей. И она уже через много лет сказала, вот видишь, благодаря тому, что мы с тобой совместимы, мы смогли эту жизнь пережить. И как бы, вот видишь, как хорошо. И он показал ей настоящую дату рождения. И они развелись. Кто сказал? А? Кто сказал? Вы очень оптимистичны. Очень оптимистичны. Но они не развелись по этой истории. А? Вы шутите? Я тоже. Ну ладно, вы не обращайте на меня внимания. Я просто у меня вот это вот, знаете, как бы сильно хочу защищать семью. И поэтому, когда сомнения какие-то в этом, у меня рыцарский дух возникает. Я не заметил вашу шутку, я заметил что-то другое. Простите меня. воля Бога в том, чтобы мы жили счастьем и жизнью друг друга, а не взаимным несчастьем и смертью. Люди помогают друг другу своей радостью, а не горе. Когда человек близкий оставляет тело, не надо быть на луну. Понимаете, если вы плачете, на что-то меня оставил, вы кричите прямо ему. Потому что он на самом деле все чувствует. Он с вами не разлучился. Он с вами как был связан, так и остался. Люди не могут расставаться просто тем, что они меняют место жизни. Понимаете, человек в Америку уехал далеко, далеко. Но связь есть. Точно так же он уехал в другое место совсем. Может быть с этой земле, может быть на земле в другом месте. Связь все равно остается. Не надо быть и кричать, куда ты ушел. Понимаете, просто желайте ему счастья, пытайтесь победить себе вот эту разлуку в своем сердце. И вы ему тогда поможете этим. А если вы будете проклинать свою судьбу, вы ему не поможете, и у него сердце будет еще дополнительно разрываться от вашего горя. Потому что ему саму тяжело, он поменял тело, ему надо что-то делать теперь. в этом состоянии. Он не всегда понимает, что происходит. Потому что человек не всегда в бессознательном состоянии остается. Как только он из тела выходит, он трезвеет, начинает себя видеть. Я могу вам это доказать. Был научный эксперимент, есть такой в Моуди, ученый, доктор медицинских наук, он провел исследование над людьми в пограничном состоянии, в реанимации. И многие люди, которые приходили в себя, они давали показания, он там всякие датчики поставил, синхронные видео со звуком, и все синхронизировалось по времени. И оказывалось, что в то время, когда люди, у них даже мозг уже прямую линию показывает, энцефалограф. Ну человек не может ничего знать в это время, что происходит. Люди, видя сверху, они говорили, что они в какой-то момент приходили в себя и видели сверху, что происходит. И они описывали это подробно, какой хирург, что сказал, что было и что было сделано. Хотя эксперимент был абсолютно точно поставлен. Они до этого приходили в себя, потом ни с кем не общались. Просто их запрашивали рассказать все, что произошло, они рассказывали. Вот этот вид сверху объясняли. Подробнейшим образом люди рассказывали, что происходит, когда тело никак не жило. Это указывает на то, что мы помним то, что происходит при выходе из тела. Видите, и Высоцкий как правильную песенку, оказывается, спел. Хорошую религию придумали индусы, когда, дав концы, не умираешь насовсем. Если туп как дерево, родишься Бабабом, а если жил свиньёй, останешься свиньёю. Шутки шутками, но оказывается, что-то в этом есть. Люди помогают друг другу не горем, а радостью взаимной. Не взаимным несчастьем и смертью друг друга надо жить. Надо вспоминать после смерти близкого человека, чтобы было хорошего в жизни. И это этим жить надо. Не тем, что он ушёл, а тем, что хорошего. И тогда стресс уходит, разлуки. Человек чувствует разлуку, но нет камня на сердце, нет стресса. Потому что камень указывает на то, что я не то делаю, не тем занимаюсь сейчас. В момент ухода человека надо очень сильно молиться, желать ему счастья, думать о том, что у него всё будет хорошо, но не надо скорбеть, кричать, плакать и быть на Луну. Понятно, да, системы? Попробуйте, вы увидите, сразу легче станет. Знаний не хватает у человека. При разлуке с близкими людьми только знаний не хватает нам. Больше ничего не хватает. Не надо думать, что зачем судьба со мной так поступила. Об этом вообще не надо думать, потому что в этом мире мы живём. В каком мире? Знаете, как на высших планетах Землю называют? У меня интересное название есть. Мритью лока. Мритью означает смерть, лока означает планета, планета смерть. Здесь все мрут, как мухи. Но мы этого не замечаем, потому что у нас есть определённый механизм внутри, не обращать на это внимание. Мы верим, что у нас всё будет хорошо. Понимаете, не то, что близкие родственники оставят тело, нам тоже скоро придётся. Об этом надо думать тоже. И нет в этом ничего ни плохого, ни хорошего. Это просто обычная вещь. Те, что рождаются в этом мире, обязательно придётся оставлять тело, потом рождаться вновь. Пока человек не поменяет своё восприятие мира. Веды говорят, что как только человек достигает абсолютной любви, абсолютного желания служить, абсолютного понимания, что он душа, ему уже делать нечего в этом материальном мире. Он свои экзамены все сдал. Всё. Мы рождаемся здесь только по той причине, что мы эгоисты, мы не хотим ничего понимать. Мы хотим жить только для себя, хотим эксплуатировать вокруг всё для себя и думаем, что это и есть настоящее счастье. Понимаете, вот из-за этого мы и мучаемся здесь, только по этой причине. Потому что какого бы бытия душа не желала в момент смерти, такого бытия она и достигает. Есть вечная жизнь, есть временная. Очень важное высказывание. «Поскольку вы можете понимать существа выше вас, на которые вы взираете с чувством благовения и глубокого почтения, постольку вы и становитесь благороднее и счастливее. Существа выше вас». Понимаете, вот пробуждающееся сознание означает каждый суслик у себя на поле агронома. В пробуждающемся сознании очень трудно понять, что существа есть выше нас. Таракан, когда по кухне бежит, он думает, что нога, которая рядом с ним встаёт, это явление природы. Он думает, что это НЛО, неопознанный летающий объект. Но у него и мысли нет, что это существо выше его. Он просто боится, что что-то какое-то происходит, что-то на меня летит, надо сматываться и всё. Понимаете, да, о чём я говорю? А чем мы отличаемся от тараканов, если мы не знаем, что есть святые люди? Есть святость, есть высшие существа, есть ангелы. И вот скажете, а почему их не вижу? Потому что меняется судьба человека благодаря контакту. Веды говорят, самый сильный, действенный способ изменения судьбы — это просто контакт с чистой силой. Вот с этой чистотой просто контакт, мимолётный хотя бы. Вот поэтому и не видишь, что ты недостоин этого контакта. Ты хотел этого изменения в своей жизни? Увидеть чистоту человеческую, увидеть чистоту святых людей, увидеть чистоту высших живых существ. Ты хотел этого? Нет. Ты хотел машину, квартиру, детей, жену, Майами. Вот что ты хотел. Ты не хотел вот этого внутреннего, поэтому не получил. К чему бы ни стремился человек, того он и достигает. В этой или следующей жизни. Если в этой жизни не успел на Майами съездить, придётся ехать в следующий. А может быть, там ты родишься, если сильно хотел. Если в момент смерти будешь думать о Майами, то, согласно ведам, в следующей жизни будет Чунга-Чанга, синий небосвод. Чунга-Чанга, лето круглый год. Чунга-Чанга, весело живёт. Чунга-Чанга, песенку поёт. Чунга-Чанга. Поскольку вы находитесь в существа выше вас, которые вы взираете с чувством благовения или глубокого почтения, постольку вы становитесь благороднее и счастливее. Это очень важно найти себе наставника в жизни. Веды говорят, разумное существование начинается только тогда, когда у человека в жизни появляется старший. Нет старшего, нет разумного существования. Потому что совесть человека может функционировать в три стадии. Первая стадия функционирования совести — это момент сильного страдания. Она включается неожиданно, и человек начинает понимать, шакал, я паршивый, всё ворую и ворую. Или помните, надо меньше пить, надо меньше пить. То есть в момент сильного страдания человек начинает понимать, что он сам во всём виноват. Это первая стадия включения совести — момент сильного горя, сильного страдания. Дальше вторая стадия включения совести через старшего. Старший кто такой? Это тот, кто олицетворяет мою собственную совесть. Старший — это кто такой? Это тот, у кого есть только доброты и любви в сердце, что он может мне сказать так мягко правду, что я могу переварить. Всё. Ну то есть второй этап развития совести отношений с нами — это через кого-то, через старших. По факту совесть ведь действует наша и не только через старших. Она действует также и через жену, через мужа. Но мы не сможем это переварить. Потому что жена когда говорит правду о своём муже, когда она очень сильно разгневана, и в этот момент она начинает орать. «Ты скотина такая, живёшь только для себя!» Вот и так далее. «Никого не любишь!» — кричит на него. Это чистейшая правда. Потому что мы на самом деле живём только для себя и никого не любим. Мы все. Она на него так кричит, потому что думает, что у неё другие дела, по-другому обстоят дела. Но по факту точно так же. На самом деле любовь — это совсем другое, не такая вещь дешёвая, как кажется. Потому что влюблённость, которую мы испытываем друг другу, это вообще не любовь, это просто наслаждение друг другом и всё. Любовь — это вещь, которая начинается, когда ты принял близкого человека вместе с недостатками, с его трудностями в жизни. Вдохнул, выдохнул и принял. И с этого момента ты уже дома отдыхаешь, потому что ты всё принял. Сказал, мне положено такое. Это первый этап любви. Второй этап — когда ты уже принял человека, недостатки переварил, ты начинаешь видеть в нём хорошее. И этот второй этап называется уважение. Люди начинают уважать друг друга. Третий этап — это верность. Когда уважение становится сильным, то люди начинают чувствовать вот это вот глубокое чувство друг другу. «Верю в тебя, дорогую подругу мою». Вот это вот чувство такое, верность, да? Это следующее чувство. И дальше начинается уже искренность, настоящая любовь, чистое, светлое чувство. Ну, понимаете, люди, которые привязаны только к одному сексу друг с другом, они никогда не почувствуют этих вещей. Потому что секс — это всего лишь отдых от отношений. Настоящие отношения, они в сердце должны происходить. В сердце. Если в сердце ничего нет друг с другом, если ты не можешь переварить близкого человека, простить его, понять, принять, то о какой любви можно говорить? Мы с ним… Я не чувствую, Олег хорошо с ним жить, потому что ты ничего для этого и не сделала. Ты приняла его как человека, ты простила его, ты ему служила правильно, ты его воспитывала. Да, Олег Геннадьевич, а чем больше о нем заботишь, тем больше он наглеет. Это факт. Но есть еще вторая сторона заботы, потому что когда человек к настоящему любит другого человека, по-настоящему любит, он тогда еще его и воспитывает. Вот интересно знать, что если ты действительно любишь близкого человека, то твои отношения, они перестают быть формальными с человеком. Ты подходишь к нему и говоришь правду ему, но говоришь с любовью, очень аккуратно. Мой хороший, мой любимый, я так счастлива, что ты хотя бы утром еще не пьешь. Я так счастлива видеть твои пусть даже с похмелья, но трезвые глаза. Видите, это означает любовь. То есть позитивно, но сказала правду. И у него сердце ёкнет на это обязательно, потому что в данном случае совесть выбрала жену как старшего. Мы тоже можем быть друг другу старшим, если захотим. Но это надо делать с любовью, понимаете? С любовью. С любовью означает, что она уже простила ему, что он пьет и просто хочет помочь ему и все. И делает это очень аккуратно, мягко. Не то, что она варежку открывает. Скотина такая, как можно с тобой жить? Где здесь благость? Благость в тебя же внутри находится, а внешне то, что ты видишь, это результат твоей судьбы. Это не скотина, это твоя судьба. Ты такой была в прошлой жизни. Вот кем ты была, то и ты получила. Веды говорят, в этом мире вообще несправедливости нет. Этот мир соткан из одной лишь только правды. Вот все, что здесь мы видим, это просто реальность этого мира одна лишь только правда. Все, что происходит здесь в этом мире, это все то, что должно с нами происходить. Мы должны это принимать. И вот олицетворение твоей прошлой жизни стоит перед тобой сейчас. Ну прими его, пьяненькую такую свою прошлую жизнь. Прими и скажи, буду любить. И дальше начинается уже переваривание. Как только женщина начала любить пьяненького своего мужа, с этого момента ему совестно пить становится. А когда ему становится совестным, можно уже реально с бутылкой воевать начинать. Можно ее выбрасывать тихонечко, выливать в унитаз. Я приехал как-то в Омск, и там родственники... Опять плохо говорю про родственника. Родственники передали моему отцу две вот таких вот двухлитровые бутылки настоящего вина самодельного, который они сделали. Говорят, это вот с любовью Геннадию моему отцу передали. Я с любовью и верностью, спросив разрешение у мамы перед этим, вылил их в унитаз эти две бутылки. Ну пожалел потом. Потому что сколько я не сливал, оказалось, что запах оттуда идет. Ну господи, что за штука такая вообще. Ее и слить даже невозможно. Два дня сливал вино это из унитаза потом. Ну моему папе не передавайте, он наверное расстроится. Не дошло до него вино. Целых четыре литра. Поскольку вы можете находить существа выше вас, на которые вы взираетесь с чувством благовения или глубокого почтения, постольку вы и становитесь благороднее и счастливее. Если бы вы могли всегда жить среди архангелов, вы были бы счастливее, чем в обществе людей. И наоборот, если бы вы постоянно думали о плохих людях, существ немых, безобразных, злых, вы бы не были счастливы при вечном сознании своего превосходства над ними. Таким образом, вся действительная радость и вся сила человеческого прогресса зависит от того, что люди находят достойный предмет поклонения. А вся низость и все злополучие человечества начинается с привычки презирать. Понимаете, да? У одного духовного учителя оставил тело ученик. И так как он вел себя отвратительно постоянно в монастыре, то его как бы все вот эти вот монахи вместе обрадовались. И когда они его хоронили, то они такие были немножко ехидные, улыбались такие радостные, что теперь мучиться не будут. И наставник, он вышел из своей кельи, подошел к ним и сказал, зато он всегда чистый и опрятно одевался. Вышел от них и хлопнул дверь. То есть идея в чем заключается? В том, что мы должны искать хорошее в людях. Хорошее, понимаете? Это очень важно. Если мы низостью, вот низкими мыслями о других людях постоянно живем, мы не сможем свою жизнь прожить счастливо. Невозможно быть правильно настроенным и счастливым, если ты постоянно там ругаешь правительство, там ругаешь все, что здесь происходит. Нужно менять, нужно менять все это. Сила любви своей. Есть, конечно, воины по природе, люди, которые сражаются, но их сражение не от злобы идет, оно идет от любви. Сердце заточено с любовью, может наказывать также. Но не только поощряет всегда и все. Он может наказывать, воевать, сражаться, это тоже проявление любви. Но ворчать, ныть их, ныкать – это не проявление любви. Это просто позор сердца, позор сердца. Нужно сражаться за свою любовь, за свою чистоту. В этом цель человеческой жизни заключается. И силу для этого можно брать только от высших существ. Мы не сможем брать силу простить близкого человека, простить того, кто нас предал, допустим, простить того, кто неправильно использовал закон против нас. Мы не сможем. Для этого нужна сила сверху. Чистота нужна. Чистота высших существ, которые способны прощать. Нужна чистота вот таких личностей. Без них мы не сможем двигаться дальше.